Всем привет, дорогие друзья! С вами мы продолжаем играть в симулятор горячей жопы. В прошлой серии мы закончили на том, что у меня не было денег, потом я их подформил, открыл себе счет, закупил себе карту данной местности. Теперь мы знаем, что здесь есть босс, вон он. Где-то там вдалеке он находится, но не знаем, сможем ли мы до него добраться, поэтому сегодня мы пойдем это выяснять, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть что у нас... И у нас есть данные. Данные у нас есть в то... Может быть у нас недостаточно какого-нибудь скилла, какого-нибудь предыдущего босса, для того, чтобы свершить, так сказать, туда проход. Мы же не знаем, что там. поэтому я те же пассатижа поэтому надо здесь все конкретно воняет еще это а можно тебя сверху прыгнуть как марио так как марио прыгнуть на него можно я упал на метода общем-то и не надо потому что зачем нахрена главное зачем а вот туда надо значит жучара у нас находится вот там нет как бы да это походу там кто-то со снайперки меня прицелился уже а че такое ничего как там есть колючки нет это ничего блин это еще и со мной воду и она еще взрывается елки-палки отбить можно видимо нет блин надо как-то аккуратненько со всем этим быть потому что тут меня убивает решительно все там какая-то сварить штуку которую можно зверски на третьем с другой стороны с другой стороны где-то с другой стороны да можно ковырнуть такую штуку 1 денежки от нам надо денежки нам надо и тут повсеместно для всего нужны так и идем тогда дальше вот сюда подозрительный гриб очень подозрительный гриб просто капец какой подозрительный гриб и прям что-то даже еще не подозрительный гриб да ты тоже так может делать беда беда с этими грибами то там маленький такой грибочек есть и я кот вообще не туда пришел по моему то есть тот проход по которому я сейчас он мари он бегает меня там убегает и все он убегает по прямой куда-то я попал вообще не барин ты же можешь туда спуститься тварь очень плотно вообще что-то у меня такое чувство что мне надо было ай-яй-яй-яй-яй-яй так ну что я дошел до своей тушки и я поменял себе я убрал панцирь и сделал чтоб лучше больше душа выковыривалась потому что под мой стиль игры мне кажется так будет гораздо эффективнее я лучше буду почаще лечиться потому что ну потому что как бы все видели сами поэтому что тут объяснять о это что-то типа короткой дороги получается короткой дороги куда короткой дороги сюда ладно ты чё ты прям ты прям просто гриб так и что ты можешь Так, ты можешь делать какахи. Ой-ой-ой. М-да. Ай, чёрт. Так, ладно. Минус один. Странно, а этот почёт не делает так нож. А, вот делает тоже. Ёлки-палки. Ну, ладно, допустим. Так, и там какая-то хрень. Что это за хрень? О, ячейка амулета. Прикольно. Это я могу... А чё я могу? На самом деле. Нет, чё-то я могу, конечно. Но вот эту вот штуку получать больше душ я бы себе оставил, конечно. Она прям, мне кажется, прикольная. А можно мне как-нибудь побольше жизни получить? А то пять инопланетян маловато. Мне надо побольше инопланетян. Так, а вот это вот сранит. Чё означает, вот где много таких вот уродцев? Так, забытый перепуть, и это наверх. Наверх мне, в общем-то, как бы не надо. Ай, блин. Да, вот определённо. Мне проще полечиться, чем от них пытаться отбиться. А можно было с ними не драться и пройти, получается, по низу. Так, слономух. Бля, ну надо же было. Это просто... Надо было постараться такое сделать. Надеюсь, собственно, вот это вот не проходится. И не пробивается. Но мы потихонечку идём к боссу. Потому что он там вот внизу, и типа вот там, и потом дальше ещё вот туда. Я знаю, нихрена непонятно из того, что я объясняю, но... Так, вниз нам... Куда нам надо вниз? Пойдём туда сходим. Ну, я просто не знаю, как бороться с этой дребеденью. Но я точно знаю, что мы зато можем набить и полечиться. Ну, отбить эту хрень... Получается, нельзя. Вообще никак. Или, может быть, как-то можно, но... Полина, как. Ну, это капец. То есть, у меня там надо пройти, получается, через вот эту хрень с двумя жизнями. Если она в меня попадёт, то мне сразу решительно придёт каюк. Так, дай-ка мы бежим сразу вот туда-туда. Похоже на арену битвы с боссом. А чё ты можешь делать? А-а-а, ну ладно. А-а-а, мелкие шашки-крохи, а ты напоминаешь мне приключенца. Так что у нас много общего. Ищешь опасные места, да? Ну, правильным путём идёшь. Линаши и грызун предупредил меня насчёт племени, что живёт внизу. Говорит, там одни воины. Мне не терпится с кем-нибудь подраться. Будь осторожнее, отважный друг. Постарайся не умереть, и мы встретимся снова. Как говорили в фильме «Пятый элемент». Так, хоп. Ну ладно, почти хоп. Так, а ближайшая скамейка хрен знает где. На вокзале королева. Там внизу чего? Хрен узнает, что там внизу. Давай потихонечку спускаться. Так, там внизу жучок. Там внизу жучок, и мы можем маленечко дать себе жизнь. Что, конечно, не может нас не радовать, но... И там внизу, получается, есть проход. Может быть, там тоже, типа, какой-нибудь этой самой короткой дороги, которую можно открыть. Так, вот это что такое? Опять ты? А, с ней опять надо будет биться. Я понял. Опять надо будет биться с этой же. Ну, я так думаю, что в этот раз она будет немножечко мощнее, чем предыдущей. Так, давай сходим для начала сюда. Во-первых, здесь... Естинное количество денег. Во-вторых, я вот думаю, что, может быть, мы там сможем открыть... Че-нибудь, чтобы было попроще проходить здесь. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Она на время, получается, эта же хрень. Да ёпта. Так, дай-ка я запитаюсь. Так, вот здесь вот я выхожу... Куда я выхожу? Выхожу, один я на дорогу. Ну, то есть я как бы мог спокойно и внизу пройти. То есть мне не обязательно для этого было пилюкать сверху. То есть королева мне может был пойти здесь-здесь, и такой я типа прихожу, и тыры-пыры, и раз-два. А поверху мне тогда путь за каким псом нужен вообще? И внизу есть проход ещё куда-то налево. Так, проход-то налево есть, а вот... А это никак не попаду, слушай. Ещё есть проход направо. А проход направо куда меня ведёт? Хрен знает куда меня ведёт проход направо. Это ещё что такое? Ну ладно. Ты прав, богомольчик. Ты вообще красава. И что? И куда? И зачем? Он ещё богомольчик. Только это теперь летающий богомольчик. Я так думаю, что здесь может быть сокрытый некий секрет. Да, это было зря. Согласен. Делать рывок на монстрика было совершенно напрасно. Так, идём дальше тогда. Идём дальше. Куда-то я вообще... Куда-то я иду совсем не туда. По-моему, я иду в следующую локацию. Судя по всему. Может быть, здесь есть какая-то секретная тайна? Ну вот, я нашёл какую-то хрень, которую можно посмотреть. Так, только не сейчас. Так, чё там говоришь-то? Добро пожаловать, путники, ищущие смерти. Да пребудет с вами быстрая погибель от наших кришней. И всё? Я ишёл сюда для того, чтобы прочитать этот опус? Так, ну по всему получается, что да, именно за этим я сюда и шёл. Забрать я здесь нихрена не могу, ладно, пойдём тогда к боссу попробуем. Внизу... То, что внизу богомола, мы теперь знаем. И наверняка это зачем-то нам потом замечательное-то знание пригодится. Так, а пока мы с вами отправляемся вот сюда. Наверх, наверх, и ещё раз наверх, и ещё наверх. И наверх ещё мы туда отправляемся. Ай, ты ж твою мать! Так. Ну, по крайней мере, мы тут всё выяснили. Теперь можем с чистой душой идти сражаться опять с босса-девочкой. Босса-девочка, да, босса-девочка у нас вроде как там. Да, блин. Так, босса-девочка. Босса-девочка продолжает здесь всех истреблять. Ну что ж, давай посмотрим. Скамеечку нам бы ещё одну где-нибудь здесь не помешало бы. Так, что тут написано? Здесь кончается путь китайца. Пред тобой лежит сердце Халлоу Неста. Ступай же вперёд и присоединись к его славе. Но если я ступлю вперёд, я же сдохну. Ну да. А, то есть я не могу здесь пройти. Ну да, я не могу здесь пройти. То есть мне надо как-то... Как-то что? Ну, короче говоря, я сюда вообще зря пришёл, получается. Дело здесь вообще нехрена. То есть дело здесь нехрена от столу совсем, потому что я здесь не могу пройти. Блин, как я ненавижу вот это вот... Когда тебе можно идти куда угодно, но когда ты приходишь, оказывается, что делать тебе здесь нехрена. Класс вообще. Так, это куда я поднимаюсь? Это я поднимаюсь туда. Мне тут вообще не надо, получается. То есть до босса я не могу добраться, пока не победю, не побеждю, не держу победу над кем-то другим. То есть для начала мне всё-таки надо пройти по-любому сраный туманный каньон. Понятно. Ладушки, давайте мы тогда начнём с вокзала Королевы в таком случае. Потому что пилюкать назад руками у меня нет никакого желания. Ладно, посмотрели на эту локацию. Делать нам в этой локации... Простите, нечего. Совершенно. Вообще нам нечего делать в этой локации. Нам нужны какие-то... Так, здесь этот самый банкир сидит. Нам нужны какие-то мега-обилки. Без мега-обилок... Вот какая-то хрень лежит. Вот что это за хрень? Что это за хрень, и как её достать оттуда? Там вон есть рычажок. Находимся вот здесь. Здесь хрень, там рычажок. Как добраться до этого рычажка? Пёс его разберёт. Сверху, по-моему, туда никого захода нет. Ладно, мы сейчас посмотрим, конечно, ещё. Ну, по-моему, там нет прохода сверху. А, я понял. То есть туда я смогу добраться, когда у меня будет... Какая-то возможность что-то делать с стенами, по всей видимости. То ли по ним лазить, то ли ещё что-то сделать. Короче говоря, что какие-то вещи я должен... Должен мочь делать с этим совсем так. Так, а карты от этой области у меня нет. Потому что добраться до этого чёрта я так и не смог. Ладно, там какие-то шестерёнки нарисованы. А, подожди. Банкир-то вот он. Так, нет, банкир меня не интересует. А что тогда было там? А, на вокзале жук. Всё, вспомнил. На вокзале был мухожук. Так. Ну, теперь у нас тогда получается проблема. Проблема в том, что я хрен знает, куда идти. Причём так вообще хрен знает. То есть, у нас есть проход, который к картографу. Это я точно знаю. Но туда нельзя пройти. Вот зато можно пройти вот сюда. Значит, ну сюда и пойдём. А здесь нельзя пройти, видимо, по той же самой причине, по которой и там. То есть, здесь либо за что-то надо цепляться, либо ещё какая-то срань. Короче говоря, получается, что я опять не туда пошёл. Блин, ну я даже не знаю, слушайте. Тут проходов никаких нет. Значит, дальше у нас проход в следующий биом. Ну, отсюда я пришёл. Да, здесь я уже проходил. И тут, по-моему, тоже ни хрена нет. Ну ладно, давай смотреть на всё подряд тогда в таком случае. Хотя там какой-то проход есть, по-моему. Да, вот какой-то проходик здесь есть. Ну давай сюда зайдём. Ага. Ну, допустим. Здесь я, по крайней мере, хотя бы... А, ну и всё, да? Вон я дошёл до каких-то шипов, и на этом... Блин, рано. Ну, допустим. Здесь я ещё, по крайней мере, могу пройти. Хотя бы. Так, ещё проход у нас есть туда. А вот это куда нас выведет? Это нас выведет... Так, этой карты в области у нас тоже нет. Это нас выведет к жёлтой... В смысле, голубенькой штучке. Так, голубенькая штучка даст нам инопланетянину ещё одного. Так, и здесь что-то лежит. Что-то такое. Печать Халлоу Неста. Зачем она нам нужна? Не понятно. Так, три штучки. Ну, неплохо. Теперь нам будет что-то торжественно просрать сейчас. Так, значит, нам надо спуститься туда. И потом пройти вот туда дальше. Теперь нам надо пройти вот туда. Блин, не та кнопка. Так, а какая там кнопка-то? Ладно, я думаю, что мы без кнопки долетим. Вот эта кнопка. Так. Здесь проход есть. Хорошо. Здесь проход в джунгли. И есть проход куда-то вверх. Ну, слушай, ну, точняк. Здесь либо это спуск, либо здесь как-то можно будет лазить по стенам. Потом. Такой интересный шмель. А что ты умеешь делать, шмель? Шмель. Если даже шмель что-то умел делать, то, видимо, что-то не очень страшное. Так, здесь пройти мы не можем. Так, там что-то странное шумит. А, вот опять эта черная хрень. Может, какая-нибудь печать Хэллоу Нест? Ну, хотя нет, это... Вещи. Так. Печать Хэллоу Неста. Вещь бесполезная, но может заинтересовать тех, кто увлекается королевством. Угу. Каменная глыба с гербом столицы. Может войти в углубление. Грязь мут, грибные пустоши, забытое перепутье, зеленая тропа. То есть я, по-моему, вообще еще, опять же, не туда полез. То есть мне надо было... Хотя нет, забытые перепутья, и это, получается, самая первейшая хрень. То есть по забытому перепутью мне бессмысленно бегать. В грибных пустошах я не могу. Ну, тогда я нахожусь там, где надо. Ну, тогда у меня возникает вопрос. Догадайтесь, какой. Как мне вот этот вот дребедень пройти? То есть я уже второй раз встречаю вот эту вот черную жижу на своем пути. А с другой стороны я тоже не могу открыть. Класс. С одной стороны у нас черная жижа. Ну, значит, у меня должна быть возможность эту черную жижу каким-то образом пройти. Но... Каким? Не. Поручик был большой оригинал. Ну, и что делать будем? Значит, здесь я забраться не могу. Там я не могу. К картографу я не могу пойти, потому что... Потому что не могу. Теперь у меня отсюда только одна дорога назад. Блин. Так, внизу там что-нибудь есть? Нет? Ничего хорошего внизу нет. Ну, и здесь ничего хорошего нет. Ну, я даже не знаю, слушайте. У меня масса вопросов по поводу того, за каким хреном меня тогда сюда запускают, если я здесь ничего сделал-то не могу. Видимо, я что-то могу все-таки сделать. Тогда вопрос, как? Если эту черную хрень каким-то образом можно убивать, то как это сделать? Так, там у нас проходов нет. Здесь у нас проходов нет. Тут у нас проходов нет. Есть только один проход вот здесь. И он ведет... Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Да, вот-вот к этому. Он ведет к этому ушлепку. Блин, меня еще отталкивает же. Он ведет к этому ушлепку, через которого не пройдешь. Ну да, туда бессмысленно идти, потому что мы там точно не пройдем. Это совершенно понятно, что мы там не пройдем. Ммм, да... Ну, не знаю даже. Ну и все, вот мы отсюда вышли. Теперь мы на зеленой тропе. Зеленая тропа у нас полностью пройдена. Там еще, правда, есть проходик немножечко слева, но это как бы хрень уже. Забытое перепутье мы уж тоже прошли. Из зеленой тропы у нас обилка есть. Теперь при помощи этой обилки мы должны пройти вот там дальше. Но... Черная хрень вот эта. Ладно, что у нас там? Давайте тогда на этом сделаем паузу. Я еще немножко побегаю, попрыгаю, поскочу здесь. Ну, а в следующей серии продолжим. Так, ладно. Вот эту часть я, наверное, примонтирую по-любому. Потому что я сначала хотел закончить, а потом подумал, что, наверное, не стоит. Короче, как смонтирована будет эта серия, пока не знаю. Но смонтирована точно будет. Короче, какое у меня рассуждение. Если туманный каньон я не могу пройти из-за того, что там эти черные штуки, то, возможно, эти черные штуки я смогу открыть. И если я не могу добраться до вот этого босса в данный момент, то, возможно, я смогу до него добраться, если я возьму штуку, которую мне показали. Вот где-то есть штука. Вон она. Может быть, вот при помощи этой штуки я смогу добраться туда. Я, правда, пока не знаю, как ее достать. Вот вообще не знаю, как ее достать. Но у нас есть еще ряд неизученных мест здесь. Вот сверху есть проход, но это слишком далеко. Есть проход где-то вот здесь вот внизу. Поэтому пойдемте сейчас пошаримся там. Раз вон там есть этот проход, пойдемте там немножко пошаримся. И посмотрим. Это у нас зато будет получаться с вами. Так, здесь мы просто проходим мимо. Так, здесь у нас внизу картограф. Значит, мы к нему сейчас спустимся, к этому картографу. Хотя он нам вроде как не нужен, но мы все равно спускаемся. Так, это проход к картографу. А, он, кстати говоря, оставил тут что-то. Извини, что разминулись. Если забьешься с пути, заглянешь в магазинчик, купи карту нужной тебе области. Так, ладно, это мы купим карту нужной области. Говно вопрос, братишка. Так, идем тогда дальше вот сюда. Вот сюда. Опа. Что-то я разминулся здесь с товарищем. Вот здесь тупик, все. Отсюда я выйти не могу. Ну, явно лазение по стенам. То есть я уже который раз встречаю. Я и в там не мог пройти, потому что я по стенам лазить не умею. И здесь не могу. И тут есть рычажок. Это рычажок. Подожди. А как так-то? Если я тут... Блин, я тут, получается, до рычажка не дошел, что ли, чуть-чуть? Блин, когда я обходил с той стороны, я, получается, чуть-чуть не дошел до рычажка. Ох и срань, да? То есть если бы я дошел до рычажка, я смог бы здесь пройти. А я там все... Я, короче, из того, что можно было сделать неправильно, я сделал неправильно примерно все. Ну, ладно. Допустим. Допустим, допустим. Допустим, тогда нам надо все это дело обойти еще разок. То есть пройти вот так, вот так, вот так. Вокруг. Можно заодно зайти наверх. Ах, ну, не знаю, насколько это нам эффективно и нужно. Может быть, наверх нам пока и не надо заходить. Ах ты ж, блин. А, срань, давай, заколочу тебя. Так, она еще взорвалась. Ну да, ну-ка туда. Нам куда-то туда. И никаких других проходов здесь, получается, нет. Туда мне не надо. Туда мне не надо. Мне зато надо сюда. От этого говна надо просто тупо уворачиваться. Там вон есть проходик. Который я... Которым я ничего не делал, да? А чтобы этот проходик открыть... Надо пройти откуда-то с другой стороны. Да? Или все-таки отсюда? Подождите-ка. Нет, с другой стороны. Вот там вот есть опять проходик... В виде этого тоннельчика. То есть, где-то здесь, в этих локациях, должна быть некая обилка. Которая мне позволит это делать. Однозначно. Потому что по-другому... Других вариантов мы как бы тут не видим. И сейчас я опять иду вот не туда, да? Здесь уже был, по-моему. Да, здесь я уже был. Здесь я уже проходил. Здесь, опять же... Опять же, какое-то лазанье по стенам нужно. Где-то здесь, значит, есть хрень, которая прям вот... Говорит, типа лазай по стенам. Хотя здесь, кстати говоря, можно... Блин, ничего себе, мы с тобой не разминулись. Здесь же можно сверху пройти, кстати. Да, нет. Хорошо. Эта хрень мне не говорит лазай по стенам. Да, я тут иду напролом, потому что у меня очень много энергии. Эта хрень нам такого... Ай, ты ж... Скотина какая хитрая. Нет, сюда нам тоже не надо, получается. Да, нам надо наверх. Так, хорошо. Идем наверх. Так, вот он проходик. Вот мы его открыли. А вот эта штука, куда нас приведет? А, это мы как раз открывали проходик. Короткую дорогу открывали. Так, ладно, есть у нас некая короткая дорога. Теперь мы идем отсюда наверх. Так, находим опять здесь... Мега-гриба. Но он нам не очень нужен. Мы его не будем бить еще раз. Мы сейчас пойдем по ускоренному. По ускоренной системе. Так, вот эти товарищи туда. И еще какие-то штуки есть сверху. А давай мы сначала зайдем на штуки, которые есть сверху. У меня же есть где-то проход. Блин, а что, прыжок не сработал? Так, у меня что-то с прыжком. Так, и... А как это попасть? Так, а вон там еще что-то лежит. Или ничего тут не лежит? Ладно, давай сюда зайдем. Это еще кто такой? Так, ну, допустим, ладно, мы отдохнули. Ой, ты кто такой? Не пытайся прошмыгнуть, я чую тебя. У тебя много гео? Дай мне гео, и видишь, кое-что хорошее. Заплатить, чтобы увидеть что-то славное? Ну, допустим. Давай покажу, гляди. Хочешь их? Если ты в самом деле хочешь их, я продам их за гео. Много гео. Кого их? Хрупкое сердце. Прелесная вещица. Красивый амулет сделал для тебя. С ним ты будешь... Не будешь знать слабости. Если боишься умереть, то он нужен тебе. Очень-очень особый и ценный амулет. Хочешь найти больше гео? Тогда надень его иди на охоту. Три ячейки. Амулет, который сделал я, он придаст тебе сил, и, наконец, твои враги и остальные встрепенутся в страхе. Ну, тут, как бы, есть проблема. Проблема состоит в том, что... Так. Проблема состоит в том, что у меня четыре ячейки. А мне нужно и то, и другое. Потому что одно влияет на прохождение, а другое, в принципе, конечно, потом можно будет снять. Когда я изучу карту без этого. Но пока что, наверное, нет. Ладно, муравья мы нашли. Муравья-муравишку. Так, что тут отдохнуть? Купить? Слушать? Тебе не нравится боль, да? Или, может быть, тебе все равно? Ты хороший жук? Был хорошим жуком, дал бы мне гео. Может быть, ты не такой уж и хороший? Не надо хитрить, я не глуп. Красивые, правда, Вайдары? Блестящие, опасные, прелестные. Я вам сам их сделал. Не завидуй. Дай мне гео, и сможешь взять один. Понятно. Закрой за мной дверь, я мухожук. Ладно, раз мы сохранились... Коль так получилось, что мы сохранились. А, нет, я умру сразу. Я хотел сказать, что мы можем попробовать ценой жизни там пройти, но нет, мы так сделать не можем. Ну ладно, скамейку мы дошли, допустим. Допустим, мы нашли скамейку. Я хочу найти хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь, что позволит мне как-то дальше здесь передвигаться. Ой, блин, вот это да, вот это был поворот. Так, иди нахрен. Ты не угадаешь, блин, что вы делать будете в следующую секунду. Нет, определенно, без вот этой вот хрени на душе, конечно, я так не смогу проходить. Потому что мне надо активно танковать. Так как я рукожоп. А активно танковать я могу только при помощи вот этого. Так, ладно, это мы уже... Мы с вами уже видели. Такого товарища. Мы его даже уже валили один разок. Так, внизу у нас кипящая жижа. С другой стороны у нас нет кипящей жижа. Так, вот туда вот направо я не ходил, получается. Налево я уже ходил. Вот направо там у нас дорога остается пока непонятно, что там. Вот надо сходить теперь направо посмотреть. Какой-то старый CD-плеер. Что это такое? Мы помним старейшину? То есть... Просто большая комната, в котором они помнят старейшину и все, да? Ой, не та кнопка. Так, ну ладно, допустим. Допустим, они помнят старейшину. Хорошо. Так, ну тогда нам получается по-любому идти вниз. Ну, хотя вот тут прямо указано, что вы прямо по-любому идите вниз. В смысле, по-любому идите туда, там вы найдете чертей. Ладно, сейчас мы дойдем до ракеты. Но дойти до босса мы не сможем. Значит, единственный вариант у нас спуститься в самый-самый-самый низ. И там получается что-то сделать, да? Ладно, давай спустимся в самый-самый-самый низ. Блин, кислота эта несчастная. Может, там по-любому что-то есть, да? Так, это еще одна короткая дорога. Ну, такая она, конечно. Я бы не сказал, что она охренеть какая замечательная эта короткая дорога. Ну, допустим. Так, ладно. Забираем вот эту вот хрень. И так. И спускаемся вниз. Значит, до вот этой вот дамы сердца мы дойти пока не можем. Дайте проверим на всякий случай. Мало ли что. Ну да. Дойти до нее мы не можем. Мне нужна какая-то такая же примерная обилка, как у нее, чтобы прямо лететь. Такой обилки у нас нет. Лазить по стенам мы пока не можем. Значит, делать нам здесь нечего. Логично? По-моему, логично. Ну, значит, остается у нас из тех мест, в которых я не был. Только вот там вот внизу. Так. Только вот там вот внизу. Ну, пойдем туда. Ладно. Ну да. То есть, по-любому. Даже если нам не туда. Блин, а куда нам тогда? То есть, у нас здесь, получается, проход есть налево. Давай мы сначала туда зайдем. А, не зайдем. Да, проход налево мы не зайдем. Ну, значит, у нас вообще без вариантов. Раз мы не зайдем в проход налево, значит, единственное, куда мы можем пойти, это вот сюда. Так, ладно, давай я тебя затанкую просто на характере. Потому что что-то там как-то ты меня немножечко к краю подтащил. И надо спуститься вот здесь вниз. Ай, блин. Спуск вниз, кстати, где он? Где-то здесь должен быть. Где тут спуск вниз? А, вот он. То есть, мне, получается... Нет, не лени здесь. Нет, подожди, здесь я был. Вон там спуск вниз. Еще ниже надо спуститься. Вот сюда. Хотя, по-моему, здесь я тоже немножечко был. Хотя, не, вроде не был. Так, ладно, спускаемся вниз. Ах, ты ж добил, да, тварь? Ну, ладно, в принципе, без разницы. Учитывая то, что лечиться можем нормально. Нас этот товарищ не сильно парит. Так, о, там скамейка есть. Где, где, где? Где скамейка? Что это за подстава? А где скамейка-то? Так, там было написано, что там скамейка внизу. И где она? А ты можешь, интересно, вниз упасть? Видимо, нет. Тогда дни твои сочтены. Раз вниз ты упасть не можешь. А это было исключительно за деньги. А, ладно, деньги, это, конечно, тоже хорошо. Меня интересует где скамейка. А-а-а! А это куда проход? Э-э-э... Так, мы здесь вообще ни хрена не знаем. Блин, ну я хочу сначала скамейку. Я не хочу пилюкать отсюда, если вдруг я сейчас здесь дохну. С самого-самого верха. Вот вообще не улыбается. Так, а я тут, походу... Немножечко назад-то уже и не вернусь. Да? Да. Назад я уже не вернусь. Ну... Скамейка здесь и не пахнет. А, скамейка вон там. Все, вижу. Скамейка внизу, да? О, скамейка нашлась. Так, хорошо. Вот теперь-то бы, в принципе, дальше дело у нас пойдет. Ладно, раз мы нашли здесь скамейку. Деревня Богомолов. Где-то деревня Богомолов. Ага. Раз мы нашли скамейку, теперь можно немножечко понаглее себя вести. Ну, давай пойдем вот туда для начала. Да кто это там плачет? А я хрен его знает, как тебе помочь, потому что мы спускаемся еще ниже. Еще ниже. И еще ниже. И пройти мы здесь нигде не можем. И еще ниже. И еще ниже. И находим... Что это такое? Трюкач. И находим трюкач. Что такое трюкач? Очень похож на чудаковатого жука, известного как трюкач. Носитель может чаще передвигаться рывками и даже делать рывок вниз. Отлично подходит для тех, кто хочет передвигаться быстрее. Не хочу я передвигаться быстрее, при всем уважении к трюкачам. Значит, вся вот эта вот локация у нас выстроена... Хрен пойми для чего. То есть здесь нам делать нечего, отсюда пройти мы дальше не можем. Тогда у нас остается вообще не сильно много вариантов. Я бы даже сказал один. То есть где-то вот здесь вот, да, чуть повыше у нас... Хотя, кстати, бабки надо собрать. Угу. Так, собираем бабки. И теперь возвращаемся чуть назад. Скамейку мы нашли. Ай-яй-яй. Скамейку мы нашли. Сражаться с вами с дурачками я не хочу. Ну, сейчас пойдем посмотрим. Если здесь не будет ничего, что позволит нам лазить по стенам, то тогда я сдаюсь. Деревня Богомолов. Ну ладно, это мы уже знаем, да, что это деревня Богомолов. Так, там у нас сверху Богомол стоит, и здесь у нас тоже стоит Богомол. В принципе, логично. Если это деревня Богомолов, здесь везде должно быть Богомола. Ни хрена-то для науки какой. Что тебе голову какая-нибудь самка не отгрызла, скотина? Притаился, да? Думаешь, я тебя не вижу? Значит, мы могли здесь пройти по верху и могли пройти по нижу. Ииии... Что это такое? Что-то открылось. Знать бы, что это открылось, что-то открылось, не знаю. Ну, ладно, давай тогда рассуждать логически. Если мы прошли по низу и что-то открылось, теперь надо пройти по верху, и, возможно, мы найдем, что открылось. А вот туда я попасть не могу. Иди сюда. Ладно. С тобой я не попал в тайминг. Ну, вот это вот все, это... Блин. Ладно. Мм. Ну, какая-то штука лежит. Там лежит какая-то штука. Ну, надеюсь, что эта штука это то, что нам надо. Клешня богомола. Нажмите, когда ползте по стене для повторного прыжка. Ну, я так и думал. Я так и думал. А причем... Ну-ка. А я даже так могу делать. Это я могу лоить, получается, вообще по любой стене. Прикольный подгончик. Значит, теперь у нас есть клешенка, которая позволит нам делать... Нет, или не по одной. Не, по любой могу. И что еще могу делать? И скользить могу. Ага. Я могу лазить, и я могу скользить. Вот так могу даже... Ой, это вообще-то открывает для нас очень большие пространства для маневра. Очень большие. Теперь мы можем наделать грязь. И теперь мы можем залезть туда, где мы не могли пролезть к чудо-боссу. Получается. Это раз. А еще мы можем теперь пролезть тут где-то, где мы не могли дойти для того, чтобы что-то там открыть. Где-то вот в том месте примерно. А, ну тут еще не так-то просто, на самом деле. Тут еще надо теперь комбинировать обилки. Все становится все сложнее и сложнее. Так, а вот тут, кстати... А, не... Да хитрожопых тут, короче, сделали... Понятно. Не могу я, да, тут пройти? Все понятно. Я вас понял. Что-то я так обрадовался, что стал очень сильно забивать на свое здоровье. Ладно, пока оно у меня, в принципе, в достаточном количестве есть. Так, теперь нам надо вернуться вверх. Вот туда, на самый верх. И посмотреть, могу ли я пролезть дальше. Вообще, по идее, должен промочь. Так, вниз-вниз, давай, бей. Так, ладно, на вас не насрать совершенно. Угу. Так, лечимся. И забираемся наверх. Теперь нам надо проверить, сможем ли мы забраться вот здесь. Если сможем, тогда, может быть, даже попробуем... Может, попробуем босс увольнуть. Или босс в следующий раз. Здесь кончается путь с китайцем. Ну, ладно. Ценой хотя бы даже таких усилий у нас что-то получилось. Эээ... Вверху чего? Да, вот, давайте-ка мне это, пожалуйста. Просто дайте-ка мне, пожалуйста. А то я боюсь, что я не долечу сейчас. То есть, мне надо, получается, сделать вот так. Бум. Ну, половинка моста у нас есть. Ёпта! Понеслась моча по трубам. Да это... Я хотел сказать, что да это капец. Большая статуя рыцаря на груди у него углубление. Вставить герб города? Да. Я сказал, что да. И у нас осталось ровно на один удар. Ну, как вы думаете, сколько мы проживем? Я чуть было не отъехал уже. Ну, все-таки я отъехал. Я забыл, что этих ребят нельзя отражать. А это очень удачно. Это очень удачно, что мы появились здесь. Ладно, давайте мы на этом тогда серию закончим. Она и так и получилась уже часовая, наверное. Ну, а в следующей серии тогда продолжим. Спасибо за просмотр. Если ты досмотрел до этого момента и видео тебе зашло, не поленись что-нибудь написать и что-нибудь поставить. Это бесплатно и поможет каналу расти дальше. Уведомления о новых видео ты сможешь получить только подписавшись и включив несчастный колокольчик в настройках. Субтитры создавал DimaTorzok